Уникальные марши 19 века в исполнении самарских оркестров. Мелодии были написаны в годы русско-турецкой войны 1876 года. Современные самарские композиторы адаптировали произведения Мусоргского и Чайковского. В 140-й день рождения самарского знамени горожане смогли проникнуться духом того времени. Исполнил свою музыкальную программу и музыкальный духовой оркестр. Артисты вспоминали, что во время войны за независимость Болгарии был приказ по русской армии, чтобы в каждом полку был запевала. А на привалах и в лагерях каждый вечер устраивались концерты для поднятия боевого духа. Участники той войны вспоминают марши русских композиторов и народные песни помогли победить. Сегодня с этим согласны и современники. Музыка в этом смысле, конечно, большое дело. И сам ее строй, сам ее характер будоражит, поднимает. Слушая музыку Мусоргского, взятие Карса, слушая и восточные темы, и слушая русские темы, которые написал Мусоргский, я понял, больше понял, как все происходило тогда, чем я читаю исторические книги. Я понял, что если бы, что называется, мужика не разбудили, он бы не пошел. Музыка, это выражено совершенно ярко. В маршах русские композиторы воспевали силу русского духа и русского оружия, рассказывали о подвигах рядовых солдат и полководцев. Очень многие из этих произведений написаны были именно в то время. Марш Петра Ильича Чайковского, посвященный полководцу, как тогда вся Россия говорила, Суворову равному, Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Самарское боевое знамя, вышитое в Иверском монастыре, стало символом победы русского оружия в освободительной войне болгарского народа против Османского ига. Символ дружбы двух славянских народов и сегодня остается знаком единства Самары и Старозагоры. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.